Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире Волжская коммуналка, я Антон Анисимов. Настала сладкая пара масленицы и вкусных блинов. Надеюсь, они как-то скрасли для вас горечь коммунальных будней. Я тоже попытаюсь вас развлечь. Расскажу о самом интересном, что произошло в Самарском ЖКХ на этой неделе. Начнем. Еще недавно всякого рода управляющие компании организовывались без особых усилий, пота и крови. Но теперь, чтобы управлять многоквартирным домом, нужно буквально подучиться, сдать экзамен и только после этого получить лицензию. Чтобы понять, что я имею в виду, смотрите наш сюжет. Эти великовозрастные дяди и тети не заядлые второгодники. Напротив, хорошисты, а скоро могут стать и отличниками коммунального хозяйства. Сегодня руководители управляющих компаний Самары поменяли кабинетные столы на школьные парты. И для них это вопрос жизни и смерти. Совсем скоро всех управленцев страны ждет глобальное лицензирование. Думские чиновники озадачились состоянием кадров в ЖКХ и решили проэкзаменовать всех без исключения на профпригодность. В преддверии того, что в 2015 году до 1 мая все управляющие компании Российской Федерации, в том числе и Самарской области, должны быть пролицензированы. Иначе с 1 мая они будут лишены права управлять многоквартирными домами. То есть чинить, штукатурить и устранять канализационные порывы без специального разрешения коммунальщиков больше уже не получится. Это право отныне предоставят только лицензированным управляющим компаниям. Таким образом, уверяет специалист от ЖКХ, удастся убить сразу двух зайцев. Министерство энергетики ЖКХ, Государственная жилищная инспекция, они, во-первых, будут иметь полное понимание и представление, что за управляющие компании руководят жилым фондом, многоквартирными домами всей Самарской губернии. Вот. Они выполнят условия 255-го федерального закона о предоставлении документов. Это, конечно, должно упорядочить, потому что сейчас возникает в этой сфере очень много спорных вопросов. Иногда одним домом управляют две управляющие компании, и жильцы находятся в непонятной ситуации. А кто у них обслуживающая организация? Понимаете, вот лицензирование должно внести некий порядок вот в эту область эксплуатации многоквартирных домов. В итоге можно надеяться, что скоро у нас исчезнут такие понятия, как самая холодная горячая вода, самые прочные бумажные стены и самые рекордные по длительности сроки ремонта. Все это, как считают специалисты, о грехе несистематизированной практики. Впрочем, по их оценке, в целом городские коммунальщики с терминологией и документами знакомы. А вот соединить все воедино, получается, далеко не у всех. Назначено могу сказать, что основная масса подготовлена неплохо, и знания руководящих документов у них имеются. То есть, в принципе, задача вот этих занятий стоит в том, чтобы систематизировать эти знания, потому что знания есть, а вот системы, может быть, не у всех они сложились. Готовятся управленцы к экзаменационному дню каждый по-своему. Кто в специальных центрах, наподобие этого, кто дома, на диване. Галина Федоровна как раз из последней категории. Свой путь управленца начала много лет назад, еще при заводском ЖЭО. Казалось бы, мастер своего дела. Но в вопросе коммунального хозяйства нет предела совершенству. Самостоятельно, по интернету мы распечатали вопросы. Ну, сложноваты такие вопросы, особенно, что касается всяких законов, положений. Вопросов тут 100 штук. И все по юридическим, техническим и законодательным актам, нормам и понятиям. Все как полагается. Билет с номером, имена и фамилии подписывают лишь по завершении тестирования. Отдельная парта и компьютер. Даже правило, как в школе. Нельзя разговаривать, нельзя списывать, нельзя пользоваться какими-то подручными материалами. То есть все по-взрослому должно быть. Голова, руки и не больше. Тем временем Галина Федоровна уже завершила отвечать на вопросы теста. Вердикт компьютера суров, не сдан. Эта роковая фраза может стоить рабочей карьеры. Тут и многолетний опыт, и связи не помогут. Но исправить положение еще можно успеть. До мая текущего года. Именно тогда состоится масштабная газонационная проверка по всей России. Пока же снова придется штудировать в учебнике и пособия. Но уже не дома, а в учебном центре. Так надежнее. А сейчас предлагаю вашему вниманию новое реалити-шоу от коммунальщиков. Называется оно «В четырех стенах». Герои нашего следующего сюжета стали в буквальном смысле узниками своего дома и почти не выходят на улицу. Почему? Сейчас узнаете. По строительно-архитектурной терминологии козырек над входной дверью – это обязательный фасадный элемент, выполняющий защитную и эстетическую функции. Если так, то все четыре козырька дома 74 по улице Партизанской с треском провалили экзамен на проб пригодность. С эстетикой у них уже лет 12 как проблемы. Как говорят жильцы, без слез не взглянешь. Уже два года эти козырьки не защищают, а грозят обрушиться на головы местных жителей. Не обойти, не объехать это никак нельзя. Конкретно нам сюда надо идти, потому что это наш подъезд. Мы как-то обойти вот это не можем. С другой стороны ничего. Это опасная у нас зона, конкретно над головой над нашими. В опасную зону этот важный функциональный элемент жилого дома превратили осадки, время и коммунальщики, которые наотрез отказываются ремонтировать архитектурный декор. В плане по ремонту злосчастные навесы числятся регулярно. Однако бумажные дела, увы, далеки от реальных. Хотя управленцы как-то все же появлялись на пороге дома. Впрочем, ненадолго и безрезультатно. Они пришли, два ведра алебастра замазали. Дождик прошел, алебастра весь улетел. И все. Ходили, писали заявления, что только не делали, ничего не помогает. И обратились на телевидение по той простой причине, что уже нету сил. И это реально страшно. Страшно жителям от того, что козырьки молча хранят очевидную правду, которую так все знают. Упасть эти плиты могут в любой момент. Но вот имя своей жертвы держат в секрете. Только изредка намеки падают в виде небольших обвалов. За период зимы козырек практически висит уже вот на углу. Потому что в мае, то есть летом, он еще как-то там что-то держался в доме. А вот где-то 2-3 месяца он буквально висит вот на одном уголочке. И неизвестно, по какой траектории он будет падать и куда он будет падать. В отличие от коммунальщиков, холода, отепель и дожди свое дело знают. И уверенно добивают и так уже порядком пошатнувшееся здоровье бетонных конструкций над вхладами в подъезды. И судя по всему, час капитуляции вот-вот настанет. Не прогреметь бы на всю Россию, опасаются жильцы. Их жалобы на нависшую угрозу до коммунальщиков явно не доходят. А дойти самим жильцам уже страшно. Летом, когда нам меняли окна в подъездах, парень выносил окна, задел вот об эту стойку, и все здесь рухнуло. К счастью, тогда обошлось без жертв. И теперь, чтобы лишний раз не испытывать судьбу, жители 74-го дома предпочитают отсиживаться дома. Как говорят здесь, и ноги в тепле, и голова целая. На этом у меня все. Будем надеяться, что экзамены не отвлекут наших коммунальщиков от текущей работы. Они, судя по козырькам, о ней и так нечасто вспоминают. Увидимся через неделю. Держитесь, люди. Редактор субтитров А.Семкин